Ну вот это на зал. Несколько дней назад Ирина купила обои для будущего дома. Говорит, потратила больше 15 тысяч рублей. И не жалко. Уж очень хочется скорее переехать. А создавать уют в своей квартире только в радость. На помощь пришли даже родственники. Первым делом обклеили детскую в процессе спальня и кухня. Младший был. Понравилась комната, обои понравились. Как бы все это. Тоже уже хочет быстрее в новый дом. Они уже планируют, где мебель поставят. Будущие новоселы все свободное время проводят только здесь. Очень долго ждали этих приятных хлопот. Дом фактически готов к заселению. Из отделки остался только натяжной потолок. У нас батареи хорошо греют. И котел у нас топится. Ну я надеюсь, что в этом доме тепло будет, светло и уютно. Отделочные работы завершаются во всех домах на улице Согласия. Десять уже полностью готовых к заселению. К концу этой недели ключи от новеньких квартир получат 20 семей. Следующая в списке улица Примирения. Поскольку стройка с самого начала шла поэтапно, здесь пока нет даже наружной отделки. Внутри только оштукатурили комнаты, вставили окна, вот-вот установят котлы. И здесь жители приходят на помощь. Николай Матвеев сегодня выступает в качестве грузчика. Повез утеплитель для своих стен. Кто не принуждает? Мы сами, по личной, ну еще раз повторюсь, по личной инститиве. Помочь надо же. Они вроде как не гонят нас пока. Пока не гонят. Дай бог. Ну ладно, некогда. Вот я полы подмела, там улицу убираем, там. Вот. Надо доски убрать. Наталья Викторовна вместе с мужем тоже каждый день на стройке. Чтобы скорее начать отделочные работы, ее супруг даже однажды ночевал в новостройке. Всю ночь сушил стены тепловой пушкой. Строители обещают, через пару дней все силы будут брошены именно на последнюю улицу. Вторую часть микрорайона Восточный планируют закончить к концу октября. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов. Новости.